Здравствуйте друзья! В этом видео я хочу вам представить обзор аквариума Акваэль Аква 4 Китс 25 литров. В комплект входит крышка со встроенным осветительным модулем, автоматический нагреватель и высокопроизводительный фильтр. Стенки емкости более высокие по сравнению со стандартным аквариумами. Вместимость, как я уже сказал, 25 литров. Размеры 41 на 25 и на 25 сантиметров. Толщина стекла 4 миллиметра. Ведущий Александр Ткачук, представитель компании Акваэль. Многие опытные аквариумисты во время просмотра могут быть не согласны с установкой пластикового декора и другими моментами. Но не стоит забывать, что данный комплекс рассчитан на то, что это первый аквариум, за которым будет ухаживать ребенок. По этой причине уход должен быть максимально простым и о живых растениях не может быть речи. Ну а теперь я не буду вас отвлекать разговорами и желаю вам приятного просмотра. Собственно, крышка, в которой уже установлен светильник, это посвящение достаточно на объем 40 литров. И ребенок вряд ли справится с аквариумом больше 60 литров. Поэтому детский аквариум 40 литров, небольшой, удобный, можно поставить на прикроватной тумбочке, как вечерняя подсветка, там будут сплескаться различные рыбки. О рыбках мы поговорим с вами отдельно. Так, идем дальше. Ни один аквариум... Ну, хорошо, я думаю, что если присутствует профессиональный аквариумист, то я думаю, что за фразу «ни один аквариум может обходить без фильтра» меня будут очень ругать. За то, что есть аквариум, который обходится без фильтра, но стандартный детский аквариум должен быть чистым. Аквариум должен приносить радость и должен составлять массу неудобств родителям, как правило. Потому что ребенок из себя, конечно, хочет там красивый аквариум всякими рыбами, а потом все обслуживание аквариума ложится на плечи родителям. Родителям понятно, что это не особо доставило вас. Читайте ее всегда. Присутствующие старшие делают это очень редко. Не обижайтесь, это статистика. То есть, как обычно выглядит покупка любой техники, даже не аквариумной. Открывается коробка, достается бумажка, бумажка выкидывается, дальше все это пытается настроиться своим собственным умом, и не всегда это получается. Поэтому прочитайте сначала инструкцию. Дорогие дети, запоминайте, что есть такая вещь, как инструкция. Она важная. Фильтр нам нужен для чего? Фильтр пропускает через себя воду, грязь вся у нас остается на губке, и чтобы почистить аквариум, нужно вытащить эту губку, промыть ее в воде и, соответственно, поставить ее на место. Да, Андрей, можно... Ага, все. Анкетки все заполнили, которые вам раздавали? Да? Да, отлично. Анкетки нам понадобятся, чтобы определить победителя, которым останется весь аквариумный комплект. Подарки у нас тоже будут для всех участников мастер-класса. Кто пришел с рисунками, кто из контакта знает, получат свои гарантированные призы в обмен на рисунок. Заполняйте, пожалуйста, так. Фильтр. Как известно, в аквариуме должна быть стабильная температура. Большинство аквариумных рыбок – это тропические рыбки, им нужна температура выше той, которая у нас обычно в наших родных водоемах. Поскольку аквариумный комплекс у нас детский, настраивать долго, выставлять какую-то температуру, следить за... Ну что ж так? Ну ладно. Ну что, скотчем мы можем пожертвовать смело, и коробочкой в целом. Следить за температурой ребенок, конечно же, не будет. Поэтому компания Аквариум пускает ненастраиваемые нагреватели. Вот такой нагреватель. У всех остальных есть какая-то там рычажочек, который нужно крутить, кнопочка, которую нужно нажимать и так далее. А вот этот нагреватель поддерживает стабильную температуру 25 градусов в Аквариуме. То есть ничего не нужно крутить. Мы его взяли, поставили, забыли про него. Включили в сеть и засмотрим. А с нагревателями история такая. Нагреватели первое. Стеклянные нагреватели нельзя включать на сухую. То есть вне воды его включать нельзя. Он очень быстро нагревается. То есть взяв его в руку, вы обожжетесь, уроните на пол. Как любой стеклянный предмет, он разобьется. Вторая важная вещь. Его нельзя закапывать под грунт. Для тех, есть обогреватели, которые можно закапывать под грунт, это не относится вот к этим стеклянным. Дело в том, что закопав его под грунт, вы не видите, работает он или нет. Вы не можете отследить его состояние. Включен он или не включен, перегорел, не перегорел. Да, бывают всякие ситуации. Поэтому как должен быть расположен обогреватель? Тихо. Удиватель должен быть расположен в углу аквариума, чтобы он глаза не мозолил. Его можно полностью погружать. В воду очень частый вопрос. Можно ли погружать вот эту вот шапочку и часть провода? Можно. Можно и нужно. Либо мы располагаем его вот так, либо вот так. Ниже уровня ВВД обязательно. То есть, хоть по диагонали, хоть вот так. Главное, чтобы было ниже уровня воды, чтобы он не перегревался. Давайте мы его вот здесь вот закрепим. Здесь в плюшке есть специальные прорези, в которые можно поместить провода. Чтобы они не мешали открытию и закрытию аквариума. Сначала мы всегда ставим, когда запускаем аквариум, сначала ставим технику. Потому что когда мы расставим декорации, двигать декорации, чтобы подсунуть туда грелку, фильтр и так далее, будет достаточно сложно. Поэтому сначала мы определяем систему. Поставим обогревать. Берем фильтр. Фильтр – вещь полезная не только тем, что она очищает воду, но и дает необходимую аэрацию в аквариуме. Что такое аэрация? Это насыщение аквариумной воды кислородом, которым, собственно, дышат у нас все аквариумные обитатели. Все – это в том числе и аквариумные растения. Если аквариум живыми растениями, то живым растениям нужен кислород. Мы все в школе учили или будем учить то, что растения выделяют кислород. Делают они это только во время дня, когда светит какой-то свет. Ночью они активно потребляют кислород. И когда кислород в воде растворенный заканчивается, то становится плохо не только растениям, которым нечем дышать, но и рыбам. Которым нужно гораздо больше воздуха, кислорода, чтобы осуществлять свои какие-то естественные процессы. Для этой цели у нас есть для фильтра насадка аэратор. Аэратор насаживается на носик фильтра. Насаживаем. Подключаем шланг. И, соответственно, когда он будет включен, по шлангу он будет подтягивать воздух снаружи от аквариума и выдавать на выходе пузырьки. Очень часто люди приходят к аквариумисту, начинающий, говорят, вот у меня стоит такой фильтр, и он перестал пускать пузырьки. Как правило, вот здесь вот что-нибудь забивается, там, остатки форма, улитка особо любопытная может там застрять. Поэтому достали, зубочистка так, пошурудили там и повесили все обратно. Но самая частая ситуация, конечно, бывает в том, что где-то пережало шланг. Так, как крепить этот фильтр? Есть такая монтажная пластинка, она вот так надевается, и четыре присоски. С присосками история следующая. Поскольку вода у нас не абсолютно нейтральная среда, да, вода у нас является весьма интересным раствором всего на свете. Там у нас есть от золота и заканчивая какими-нибудь интересными изотопами, как это бывает. Присоски умеют дубеть, если не превращаются, становятся жесткими и отлипают от стекла. И фильтр может упасть на дно. Для этого случая у нас есть вот такой вот монтажный крючочек. Мы его надеваем на фильтр. Так, лучше я бы один сделаю. Промахнулся. Вот так вот, и вешается просто на борт аквариум. Так, вот фильтр мы собрали. Все эти манипуляции, опять же, есть в инструкции. Ключочек надеть. Пока что мы его повесим, чтобы он нам не мешал здесь. Потом, когда будем непосредственно отправлять аквариум, мы обязательно найдем ему место поудобнее. Так. Вот эта вот штучка. Очень важная. Что это такое? Градусник. Это не очень правильное слово, но хорошо. Пусть будет градусник. Вообще называется термограмм. Сложное слово, но рано или поздно придется влюбить его. Значит, а где его удобнее всего закрепить? Казалось бы, да, положить неприсоску сюда. Но это будет смотреть только на несчастный градусник, на инвестиции, обращать внимание на все остальное. Поэтому лучше всего его сбоку. Представить, чтобы можно было сбоку заглянуть, чтобы он не мешал обзору аквариума. Чем меньше техники видно в аквариуме, тем лучше. Там же покупаем устанавливаться в аквариуме, чтобы любоваться на рыбах с тени, а не на технику. Хотя есть люди, которым нравится больше техника, чем все аквариумное снаряжение. Так. Хорошо. Ну и, разумеется, из полезных штучек у нас внутри есть стартовый сачок. Который можно пересаживать в рыбу. Ну, мы всегда надеемся, что рыбки у нас будут жить и процветать, а не ситуации, как известно, бывают разные. Такая сачок. Так. Также в комплекте для, так сказать, подбивания детского любопытства лежит одна... Водоросль. Одна. Как же мне хочется рассказать, чем водоросль отличается от растений, но боюсь, что, к сожалению, это вам пока рановато. Но пусть будет водоросль. Вообще, водное растение. Так. Это все техническое оснащение аквариума. Что вообще нужно, чтобы аквариум был аквариумом, а не просто стеклянной коробкой? Что у нас обычно лежит на дне аквариума? Грунт. 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 Грунт, да? Грунт. Поскольку у нас детский аквариум, да, мы обычно... Я знаю. Тихо. Дети обычно выбирают грунты поярче, да, там всякие красивые, там разноцветный мрамор и так далее. Но, к сожалению, я так и не смог через себя переступить и взять цветную смесь, поэтому будем использовать нейтральный, так сказать, белый грунт, который мы, соответственно, сюда и засытым. Аня, можно тебе попросить ножницы? Значит, в идеале грунт нужно промывать, да, то есть вот песок. Не каждый грунт нужно промывать, но мелкий песок лучше промыть, потому что в нем бывает много пыли. Этот грунт у нас сверху покрыт нейтральной краской, то есть он не выделяет в воду токсичных веществ, да, это нужно учили. Некоторые хотят сэкономить и засыпают в аквариум гравий для садовых дорожек. Он не рассчитан, краска, которую он покрыт, не рассчитана на долгое нахождение в воде. Эта краска начинает растворяться и может обравить рыбу. Ножницы, ну, пока они не очень пригодятся. Так, давай. Значит, дальше нам, хопс-то, что нужно сделать, взять и высадить. Вообще, изготовитель этого грунта пишет, что промывать его не особо нужно, я ему верю. Именно этот. Ну, все, диетический грунт, что ли. Так, красиво? Да ладно. Бросьте, иди сюда. Значит, встань так сбоку, чтобы всем было видно. Значит, смотри сейчас. Лучше всего располагать грунт горкой. Можно, иди сюда. Всем хочется потрогать, давайте, давайте. Сейчас я его быстро разровняю. Карман. Вот там у кого пустой, посмотрите. А зачем вы уже тут? Грунт нужен, чтобы... Во-первых, без грунта будет аквариум, но не очень интересно смотреться. Все, распределили? Все, давайте возвращаемся к этому месту. По карману. Грунт нужен... Для двух целей. Первая, это, конечно, эстетическая составляющая, чтобы было красиво. Второй, конечно, момент. В грунте поселяются полезные бактерии, которые перерабатывают отходы, которые выделяют рыбки. Ну, и опять же, в грунте удобнее всего прятать... Грузики, которые утяжеляют расти, иначе будут просто всплывать. Ну, то есть, их просто вот так вот закапывают, да, и вроде бы оно и растет. Ну, и если бы оно не было пластиком, так бы оно и было. Значит, удобнее всего, когда выросло сделать горочку. Почему? Почему? Потому что мы от переднего стекла немножко отступаем, и грунт... Чем удобнее горочка? Во-первых, горочка создает впечатление, что аквариум гораздо глубже, чем он кажется. Но при таком количестве грунта у нас не получится сделать такую уж большую прям горку. Но мы все-таки постараемся. Делаем вот так. Чем удобна горочка? Она наклонная, и вот вся грязь, которая попала на дно, она будет скатываться к передней стенке. Ее проще будет убирать, опять же, сачком, шлангом, да, вот это пылесосить дно аквариума, я думаю, слышно. Так, ну вот у нас есть беленький красивый грунт. Дальше наступает самая сложная, творческая часть. Сложная творческая часть стоит в следующем. Нужно как-то красиво расставить декорации. Можно я? Сейчас все поучаствуем. Я. Так, подождите, не торопитесь. Я отработал пять лет педагогом в младших классах. Поэтому я прекрасно знаю, насколько вы стремитесь поучаствовать в любом, так сказать, действии. Поэтому каждый, поучаствую сегодня, не торопитесь никуда. Значит, просто у нас для детского аквариума, понятно, живых не спалют, не будем использовать то, что не может в аквариуме умереть. То есть уже отжившие свое ракушки. Это на самом деле не ракушка, это домик морского рачка. Забираем ракушки. Ракушки различных гриток. И для придания пышности мы используем вот такую вот замечательную, господи, прости, силиконовую декорацию. Так, пырушка у нас отвалилась из гнездышка, ее можно поставить на место. Сейчас пока она на суше, она такая вот у нас медузообразная, потрогайте, потрогайте. Она вот такая. Только аккуратно, потому что она достаточно тонкая. Опять же, не любая резина подходит для использования в аквариуме. Вырезать из автомобильной шины какую-нибудь русскую декорочку на дно не стоит. Лучше пойти и купить нормальную декорацию в благотелье. Ну и вот это. Ну и конечно, поскольку аквариум для детей, мы всегда должны учитывать их некоторую осведомленность в современных инфекционных продуктах. Поэтому мы возьмем вот этого товарища, сделаем его основной фигурой в нашем аквариуме. Ну это, конечно, морская рыбка, клун, да, знаете, но детям такое нравится. Кто мы такие, чтобы вам попрещать. Так, ну что, мои юные оформители, что я могу вам предложить? Откажите, могу вот следующее. Оформляйте. Вы можете использовать вот все декорации, которые есть. Постарайтесь сделать красиво, я потом скажу, как волосы. Пытайтесь не загромоздить переднюю линию, иначе все получится очень громадо. Сверху, я не знаю, как это выглядит сбоку. В принципе, в принципе, кредитивный детский разум может породить действительно что-нибудь интересное. Давайте я постараюсь запомнить, как оно стояло, и сейчас покажу, как бы это сделал я. Сделал бы я немножко по-другому. Рыбки-клоуны у нас живут обычно в актиниях. Знаем, что они поселяются в актинии, плавают, ищут у них защиту. За место актинии у нас будет вот эта замечательная перистая штучка. Мы поставим, вспомним, что у нас есть еще фильтр, привесим сразу, чтобы он не ухнулся в дно, можно отрегулировать высоту расположения. Делаем вот так. Его нужно как-то спрятать, поэтому мы сделаем следующим образом. Мы возьмем вот эту замечательную штучку и постараемся закрыть хотя бы частично фильтр. Когда она будет залита водой аквариум, вестия будут открывать его почти полностью. И постараемся поселить нашего замечательного немо рядом с нашей актинией. Так, хорошо. У нас остался не спрятанный нагреватель. Поэтому мы попробуем его вот таким вот образом. Травинку можем сделать вот так. Так. Куда прям, чтобы ничего не улетело. И куда-нибудь сюда. У нас осталась пустая середина, и мы ее прикопаем. Вот эти вот, кстати, декорации хороши тем, что их можно соединять в целый коврик. Здесь есть специальные шипы, и можно сделать полноценный ковер. Проблема в том, что она абсолютно прямоугольная. В природе очень мало ровных углов. Надо расположить как-то так, или распушить, чтобы было похоже, что это что-то живое. Так, по-моему, мы как-нибудь по диагонали его стараемся прикопать. Вот так. И... Вот сюда. И оставшийся коралл, маленький, красивый, красный. Ну, с ракушкой, на самом деле, можно поступить с величим образом. Некрасивый. Некрасивый. Вот такой себе. Ну, как-нибудь, в общем, бросаем до тех пор, пока не понравится, на самом деле. Я знаю некоторых аквариумистов, которые декорации так и оформляют. Они просто берут камни и разбрасывают их. То есть они очерчивают себе какой-то квадрат на полу и бросают камни. Вот как легло красиво, так и будет красиво. Есть другие аквариумисты, которые сидят над каждым камнем и так философски рассуждают, как поставить здесь. Крутят его. Поставили, вот у него была... Я знаю, человек, он поставил красивую композицию из камней. Поставил один камень немножко боком. И, конечно, хочется совсем по-другому. И разобрал эту композицию. Два дня на ней сидел. В общем, творческий порыв – вещь страшная. Аквариум, это, кстати, информация для родителей, аквариум должен стоять, во-первых, на ровной поверхности. Не вот так, да, не вот так. Идеально ровная поверхность, но это в идеале. Но если это получается, главное, чтобы она была сама по себе ровно, чтобы не была волнистой. Чтобы под дно аквариума не попала там песчинка, камушек и так далее, в комплекте идет подложка. Подложка – это очень важная вещь, потому что подложку нужно размещать под дном аквариума, чтобы туда не попадала, когда в первый раз ставите, не попала песчинка. И когда аквариум выдвигать, эта песчинка может поцарапать дно аквариума и, во-первых, может быть и пробоина, да, как бы стеклорез у нас тоже так. Да, чтобы не было различных неприятных казусов. Отлично. Вроде бы все стоит. Что нам нужно сделать дальше? Что в аквариуме еще должно быть? Отлично. Вода, правильно, вода. Какой же аквариум без воды? Я тут уже теряю. Откуда вы льете? Прямо у меня из-за спины. Значит, лучше всего воду заливать либо на блюдечко, поставленное на дно, либо на пакет, чтобы струя воды не размыл и не устроила нам в аквариуме «Тайфун». Поэтому мы аккуратно накрываем наши декорации, чтобы их не подвинуло. Дальше начинается самая сложная, ответственная часть. Я вот ведро воды. Да, я нормально, нормально. Не первый раз. И начинаем лить на пакете. Торопиться, на самом деле, не надо. Я к тому, что иногда люди хотят, чтобы побыстрее, 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 и, значит, да, вот так вот делают. Хотя, чтобы струя шла совсем сильным потоком и начинают, неизвестно куда торопиться, грудь размывает, потом и начинают снова строить заново весь свой декор. О, может, тут уже поплыло куда-то. После того, как залили воду, можно будет все это поправить. Если что, то куда-то у нас утекло. Лучше всего при запуске аквариума, опять же, информация для родителей, взять старую воду со стабильными показателями из чего-то аквариума. Взять, просить пару канистр, или целиком объем, да, весь. В детском аквариуме все просто. Здесь 20 литров, это не очень сложно. 4 канистры по 5 литров. Либо приготовить воду заранее. То есть налить воду водопроводную, дать ей подстояться, залить различные кондиционеры для воды, которые продаются в аквариумных магазинах. Кипятить воду не стоит. Я знаю людей, которые кипяченую воду используют. Сначала кипятят воду, потом, значит, подменят. Это почти бессмысленный и бесполезный занятий. Можно еще литра 2. Давайте мы уберем пакетик, он нам больше не понадобится. А растет не поднялась. Ммм. О, да, вот она распушилась. Единственное, что у него некоторые забились ввести под фильтр. Мы сейчас поправим. Так. Из ракушки выходят пузырьки, потому что там внутри у нас спираль, когда пульки воздуха там как в обвините теряются. Не то, чтобы не до вас всплывет, но некоторые ракушки умеют всплывать. Так, давайте мы сделаем так. Спасибо. Я уже трогала. Заливаем мы не до самого верха, а отступим где-то, наверное, сантиметр от края стекла. И нам нужен пробный запуск, соответственно, техники, которую мы сюда поставили. Давайте мы ввести под фильтр. Многовато пузырьков, можно регулировать их поворотом вот этого вот колесика. Ну, вот так. Вот так. Значит, обогреватель. С обогревателями история такая. Если температура воды в аквариуме 25 и выше градусов, то он просто не включится. Потому что у него внутри стоит датчик, который считывает температуру воды. Если она выше 25 градусов, понятное дело, что он незачем нагревать воду. Если бы она была ниже, то... Сейчас мы посмотрим, включится он у нас или нет. Так, загорелся огонечек? Загорелся. Нагрит огонечек. Когда он нагреет аквариум до необходимой температуры, он автоматически отключится. Ничего изразит, придергивать не нужно. Так, ну и... Самая важная часть аквариума, наверное. Когда она самая важная часть? Груди, да? Гри, можно попросить нам поймать тернеции по одной каждого цвета? Спасибо. Значит, пока нам ловят рыбок, мы его, соответственно... Немножечко поговорим о том, что с аквариумом произойдет после того, как мы его запустили. Первое же, что происходит в аквариуме, и чего боятся все аквариумисты, вода мутнеет. Это нормально. Если приходят люди, говорят, что мы вот вчера купили, запустили аквариум, мы запустили рыбок, вода тут же стала молочно-белой. Что нам делать? Что налить в воду, чтобы она перестала быть такой? Ответ очень простой – ничего. Но вот ничего не надо делать, нужно просто подождать несколько дней. Белая муть, которая летает в этот момент по аквариуму, это либо пыль, которая осталась от плохо промытого грунта, а вторая самая важная компания – это бактерии, которые отвечают за равновесие жизненных процессов аквариума. Когда их рост успокоится, все просветлеет. Обычно это занимает 2-3 дня. Если будете подменивать воду в этот момент, усиленно сливать, всю воду заливать новую, если будете там копошиться, будете пытаться все-то исправить, это только растянет запуск. Поэтому… Не так нет. Ага. Так. Аккуратно. Посадим рыбок. Вообще, почему мы сейчас делаем это не очень правильно? Купив рыбку в зоомагазине, вы приносите, значит, взяли ее из зоомагазина, в ее родной воде, засунули за пазуху, чтобы она там не замерзла, пока вы идете, ее там трещет по-страшному, ей, значит, жутко страшно, вода, маленький штурм, приносите домой, ставите рядом с аквариумом, рыбка в панике, ей слишком светло, слишком холодно, слишком тепло. Так делать не стоит. А самое страшное, что обычно люди делают, приносили из зоомагазина, открыли пакеты, высыпали рыбу прямо вот так вот. Рыбок, понятное дело, от этого тоже не восторгивает. Те, кто первый раз ходил в детский сад, знают, что когда приходишь в незнакомое помещение, ну, жутковато. Поэтому, что нужно сделать, чтобы рыбка спокойно и комфортно переехала в новый дом? Мы берем пакет с рыбкой и ставим ее прямо вот в пакете в аквариум. Там пакет плавает по аквариуму, температура воды в пакете уравнивается с температурой в аквариум, рыбка привык к температуре. Дальше мы берем стаканчик и немножко аквариумной воды наливаем в этот пакет. Рыба начинает потихонечку привыкать к воде той, что в аквариуме. Потом мы часа через, наверное, через час, через полтора открываем пакет и аккуратно выпускаем рыбку непосредственно в воду. Дальше самая большая ошибка, которую обычно делают дети, это выглядит следующим образом. Как там рыбка? Ну как там рыбка? А рыбка каждый раз, у нее какое-то вот лицо, каждый раз к ней приближается. Рыбка от этого, конечно же, в шоке, забивается под корягу, пытается как-то пережить этот день. Так делать не надо. Выключили свет, отошли от аквариума, на следующий день рыбка будет себя прекрасно чувствовать, можно будет смотреть, как она плавает, как ей замечательно и здорово в вашем новом аквариуме. Торопиться не надо, но зная детей, я точно скажу, что так они и будут делать. Поэтому одергивать их бесполезно. Поэтому старайтесь, ребята, лишний раз рыбку не пугать. Почему мы сейчас сделали все гораздо проще, просто поймали сачком и пересадили. Дело в том, что вода, которую мы сюда налили, это вода не из-под крана, это вода из аквариумной стойки, в которой рыбки живут. То есть это их родная вода, к ней привыкать надо. У нее все та же температура воды, те же самые показатели, о которых вы узнаете. А кто у тебя живет в аквариуме? Ну я понимаю, что рыбки. Хотя не все, да, вот и лягушки живут. Сомики, наверное, какие-нибудь. И улитки ампулярии, да, есть замечательные улитки ампулярии, которых... Ахатины. А, хатины. Ну это не то, чтобы аквариумный обитатель. Хотя, если учитывать, что они живут как раз в стеклянном аквариуме, в принципе, может и аквариум. Но это, на самом деле, частный случай террариума, не будем об этом говорить. Значит, рыбок нельзя вытряхивать с пакета, да, или сачка. Как нужно выпустить рыбок? Мы опускаем сачок и даем им время самим выйти, да, чтобы они привыкли. Максимум, чем мы можем ускорить, это плавно убрать сачок. Одна уже пошла почти выше. Вторая. Третья чуть ли не нравится. Вот, а третья, да, третья мне особо нравится. Но, скажем так, рыба, существо, не то, чтобы особо умное. Поэтому у нее может занять некоторое время сообразить, а где здесь, собственно, выход. Ну давай, 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 дружище. Ну, ура. Сейчас они не спрятаны, что они будут прятаться, да. Давайте сейчас я фильтр перевешу, чтобы им можно было закрыть аквариум. Их еще надо покормить. Вот этого делать нельзя. В первый же день кормить рыбок, во-первых, они не станут есть. Потому что они напуганы, и вот последнее, чего им хочется, это есть. Все, чего им хочется, это безопасность. Чтобы их никто не трогал, чтобы не было яркого света. И им нужно просто успокоиться. Кормить их в первый же день не стоит. Как только рыбка начала плавать по аквариуму, да, стала показываться на глазах, вот тогда можно начинать ее кормить. До этого момента делать этого совершенно не рекомендуется. Ну и давайте включим свет. Вот так, в принципе, идет. У нас будет выглядеть аквариум. Что еще можно сделать с этим аквариумом? Ну, на самом-то деле, можно больше декораций. Дело в том, что декорации, поскольку это неживые растения, они не растут и, как следствие, не погибают. То есть можно густо заселить все это пластиковыми декорациями, чтобы получился такое подобие леса, в котором рыбки будут жить и прятаться. Подобие рифов? Ну, да, поскольку это аквариум, как бы, с морской рыбкой. А они как называются? Это тернеции. Тернеции, торговые называют тернеция «карамелька», они же геномодифицированы по фиш. Наверное, взрослые слышали такое название. Можно сказать? Да. А что это за рыбы? Вон те, кутистые в аквариуме. Это тетрадон, это та самая рыба-шар, которая умеет раздуваться. На самом деле их очень много, этих рыбок есть, и рыбки, которые живут в прессовом. А вот пугать их совершенно не стоит. А ты, чтобы она раздувала? Все сразу? Что? Фамильон, меня. Фамильоны, да, у меня не только фамильоны, но либо... Секунду. Что-то она не аквариуме сделает. Чего сейчас не знаю? Вот как оформляется морской аквариуме, это долгая, сложная, не то чтобы очень интересная тема. А они будут раздуваться, если как-то их напугать? Будут, но не стоят. Скажем так, дикобраз тоже будет пытаться тебя ухолотить, если ты будешь его напугать. То есть не значит, что туда не нужно гоняться. А собака будет пытаться тебя укусить, если он напугается. Поэтому ради развлечения пугать животных не стоит. А они что едят? Значит, тетрадоны у нас питаются...